Валентина Рассказов В 1995 году снял фильм «Дерево 42-го». Там под звуки снаряда взрослеют юные мальчишки. Вот, давайте посмотрим первые кадры фильма, а затем встретимся в студии с создателем. Валентина Рассказов Старый я уже бегать. Но нет, нет, да и припущу по старой памяти. А память, вот она, 13 лет. Это уже после войны. Я несусь вслед отходящему товарнику. С подножки последнего вагона ко мне протянута рука. Я задыхаюсь в легких пеклах. Но бегу, бегу, чтоб догнать. Бегу, чтобы ухватиться. Бегу, чтоб забраться. Я почти чую, как лежу щекой на изгвазданной грязной площадке последнего вагона. Сплёвываю сквозь зубы кровавую слюну. Судорожно засасываю волглый воздух. И отстаю. Да. Стёпка, отчаянно ору я своему закадычному дружку. Стёпка. Вот и продюсер художественного фильма «Дерево 42-го». Вы в 1995 году приступили к созданию этого фильма. И почти в каждом кадре там Архангельск, Соломбола, городской трамвай. Это что, картинки из вашего детства, Валентин Анатольевич? Да нет, я в Архангельске относительно недавно. 50 лет всего прожил. 8 августа будет. Нет, это не моё детство. Моё детство тоже было и голодным, и старым. Но она в другой географической точке России, Союза. Тогда почему вдруг родилась идея этого фильма? Почему родилась? Ну, дело в том, что мы дети, как теперь говорят, дети войны, волей-неволей прикованы своими взорами к тем, кто выжил в этой жуткой мясорубке. Мы знали немного об этой войне. Мы только её чувствовали, созерцали. Огромное количество инвалидов на колясках, на роликах этих жутких совершенно, подшипниках. Это безрукие, безногие. Это огромное количество тех, кто прошёл лагеря, не только Освенцев, Майданик и Ижи с ними, но и наши сталинские лагеря. И об этом не говорилось, это подразумевалось. Это где-то у нас сидело, мы шепотом обсуждали это дело. То есть у каждого пацана военного, наверное, есть желание сказать, что-то рассказать о своём детстве, или похожее, или не похожее на эту часть, допустим, его жизни, но в другой, где-то проявления какие-то были. А, собственно, идея создания фильма, это первый художественный, короткометражный фильм, который сделан в Архангельске. Проходил фестиваль в 95-м году, планировалось проведение фестиваля, о нём мы говорили в телевизионных, в ГТРК. В Архангельске, да? Это такой момент. И надо сказать, что там очень хорошо выступили наши режиссёры, операторы и авторы. Так, ну вот вы узнали, что будет фестиваль, да? Да, но мне тоже. Я в это время руководил творческим обвинением «Мастер», мы снимали хронику, подхватили ту эстафету государства, которое отказалось финансировать производство кинохроники, «Летопись по сути». 90-е, это безденежные годы, да? Да, абсолютно, безденежные, но тем не менее я рискнул заявиться с этим фильмом, и в самый ответственный момент, когда уже были сняты почти половина фильма, у нас проблемы с финансированием в дальнейшем возникли, кинулся в ноги банкир, мы просим, не буду рассказывать всех моторскому, наскребли мы денежки, но не успели к фестивалю. То есть ваш фильм на фестиваль не попал? Не попал, потому что мы не успели его озвучить. Озвучили мы уже его в сентябре 95-го года, но, собственно говоря, посмотреть удалось не только архангельскому зрителю, Северодвинскому, Наринмарскому, но и по российскому каналу он дважды прошел. Да, давайте все-таки вернемся к самому фильму. Там главный герой, кто он? Значит, я выбирал тему, на каком материале можно создать этот фильм. Понятно, что каждый из художников вкладывает свое осмысление той или иной периода жизни страны, государства его, отечества и, в конечном счете, его родины. Но я не знаю, блажь такая, что ли, своеобразная. Мне так появилось желание, чтобы этот фильм сделали на архангельском материале и только руками архангелгородцев. Оператор у меня Герман Николаевич Власов, к сожалению, ушедший уже из жизни. Первый мэтр операторский, архангельский. Да, он старейший кинооператор, талантливый всесторонний человек. Режиссер Борис Горлов. Мне проблемно было найти здесь режиссера, который снимал уже художественные фильмы, имеет опыт производства игровых фильмов. И я далеко ходить не надо был. Мои друзья окружения подсказали, что Боря Горлов, он хоть и в Питере работает, но наш архангелогородец, мама дружной мы с ней, М. Борисовна Горлова. И Боря Горлович у нее отличная оператор. Режиссер с опытом работает. Чудная картина, совершенно жестокая. У него была года за три снята до этого. Кома название. Кто видел это, тяжелый очень фильм. Пригласили, да? Да. Я недолго его уговаривал. Он в простой был, как и большинство в это время. Практически ничего не снималось в России в это время. Но сценарий ведь, сценарий, Александр, очень главный. Вот я подбираю сценарию. Но надо было найти литературную основу этого фильма. И Химанович Олег Борисович, мой добрый друг, североденец, вот, он подсказал, значит, я, может быть, я уже немножко вру, может быть, я сам это просто проверял что-то, насколько это близко. Писатель Михаил Попов, тогда еще без Константиновича, просто. Сейчас уже, в общем, известный наш северный писатель. Известный, конечно, да. Маститый романы уже пишет. Вот. Он, у него была повесть «Дерево 42-го» в сборнике рассказов и повести его. Я, когда прочел, понял, что это то, что надо. И когда Боря дал почитать, я дальше уже не вмешивался. Я говорю, вот вам материалы, работайте. И надо сказать, что Миша хорошо к этому отнесся. И они здорово поработали с Борисом над киносценарием наш на виду. Вот так получился киносценарий. Затем нужно было следующий этап подбирать актеров, да? Вот тут, конечно, было тоже весело. Там же пацаны, их же, они же не кончались в югинских училищах, в ГИКах. Борис оказался очень толковым и, я бы сказал, очень талантливым собирателем. Кто, что принято сейчас назвать, кастингом. То есть у вас действительно было несколько претендентов, да? У нас была целая школа-интернат. Четвертая, по-моему. Около двухсот мальчишек прошли кастинг. Четвертых снимаются, сколько, ну человек пять, да, наверное, четыре, да? Четыре пацана. Вот. Они, выбрал он абсолютно точно. И не менее талантливо они с Борисом Андреевым, звукорежиссером, озвучили. Один в один просто попадание в артикуляцию. Идеальное просто озвучание было. Собственно, не случайно мы опоздали с фильмом, потому что вышли на серьезный профессиональный уровень решения этих творческих проблем. И главный герой? Главный герой Евгений Федорович Дорофеев. Вот он, не знаю, будет это в отрывке, когда он бежит к трамваю. Вот это, потом едет на трамвае, на могилке у мамы. Да, да, да. Он как раз вот живое воплощение того мальчиши, который был постарше. Мне-то еще там два с половиной года было, когда война кончилась. Я уже послевоенный, скажем, осознанно понимал, что такой кусок хлеба, что такой выстоять очередь. С вечера до утра с меня и друг друга нас, значит, с братом, родителям, жене когда было, за буханкой хлеба выстояли очередь с селедкой. А вот, да, Евгений Федорович, он откуда? Он саламбалевский, коренной саламбалевский. То есть это тоже никакого отношения к актерской профессии не имеет? К актерской никакого, он то, что называется рабочая косточка, простой работяга. Он как раз тот, которого можно себе представить в 12-летнем, 10-летнем возрасте. А он уже сегодня взрослый, он вспоминает. От его лица идет повествование, и голос народного артиста «Союза» Мартона ложится потрясающе, просто точно ложится. Он, может быть, не очень изобретателен по сюжету, но он очень достоверен. Он как документальный смотрится фильм. Да, давайте мы еще раз посмотрим отрывок, вот как раз где вот эти маленькие мальчишки, они так органично вот вошли в эту эпоху. КОНЕЦ Валентин Анатольевич, а вот как вы считаете, военное, послевоенное детство, оно вообще откладывает отпечаток на формирование самого человека, на становление личности? Да, мне кажется, вопрос, он достаточно легко на него ответит. Детство вообще это все, что закладывается в человеке, и чем он дальше проявляется, и кем он становится злодеем или героем, это все закладывается с материнским молоком, это в детство, безусловно. Кусок хлеба для меня это, может, сейчас уже пристально на это не смотрю, а тогда, если вот в столовой, в заводской, я начинал свой трудовый путь слесарем, учеником слесаря-лекальщика, и в столовой ребята хорошо зарабатывали там в лекальном участке. И он пельмени, допустим, есть, он выковыривает мясо, а шкурку тесто оставляет. Я не мог, мне трясло, я ничего не мог к собой поделать, мне просто трясло, и я отводил взгляд, и я долго не мог боролся с собой, чтобы внешне как-то хотя бы не выражать свое отношение к этому. Но я и сейчас не раз уже наблюдаю, как вы бережно к хлебу относитесь. Да это уже чисто автоматически. Никогда кружки на пол не стряхнете. Не люблю, да, не люблю. Не люблю, когда собирают тряпкой со стола хлеб, это тоже как-то мне корежит. Вот, но тот, кто вместо хлеба пытался наесться жмыха, а мы каким-то чудом узнавали, в каком из вагонов, там где-то на станции, где мы жили в это время, родители моего, там, мотало по стране, артисты были, вот, где-то надо было кусок хлеба найти и чем-то поесть. А жмых, кто знает, что это такое, это кукурузный, допустим, или подсолочный, это остатки от выжимки. И он в таких брикетах, вот. Трава практически. Нет, не трава, это как камень, особенно вкусный был кукурузный жмых, он очень трудно кусался, но такой кусман на целый день хватало его грызти, не жалей зубы, скребли, ели его. Ну, самое удивительное, что каким образом узнавали, на вагонах ничего не написано, но мы точно знали, где надо эту проволоку скрутить, двое на шухере стояли, там же военный стрелок, он мог стрельнуть, не разбирая на габариты, похитить. А вот, кстати, вы рассказываете своим внукам о том, что вы пережили, но я вижу, что с таким неким юмором все равно вам присущим, сейчас уже оцениваете, да? Да нет, я стараюсь не навязывать ничего, потому что назидательство, оно, это слабый такой способ воспитания. Но показывать показывал, да, конечно, и старшим своим внукам, младшенькому, 13 лет, вот у меня, хочется посмотреть как раз этот фильм в библиотеке, будем показывать его 10 числа, придется смотреть. Мне самому интересно, как он на это прореагирует. Да, вот как реагирует, да. А там воспитывать его в плане, там, не бросая крошки, он просто видит, наверное, и принимает лучший способ воспитания, это пример, собственно. Ну вот ведь у каждого по-разному сложилась судьба, вот кто пережил вот эти вот послевоенные, военные годы. Вы 50 лет отдали и кино, и телевидению, в 60-х пришли на Поморье, все правильно говорю, да? В 60-х, в каком, в 4-м? Да, от осветителем начинали. 50 лет будет, да. И закончили? Осветителем я здесь не работал, это я в Чебоксарах начинал. Здесь я приехал уже ассистентом оператора, потом оператором, потом режиссером. Так, и зам председателя РК Поморья, да. Да, вот это я рассказываю, в общем-то, с вашей помощью немного о вас, но вот я хочу вот о чем спросить, вот советские, русские фильмы о войне, это все в прошлом осталось? Там лучшие примеры? Или все-таки есть то, что сейчас снимают? Нет, ну фильмов много, конечно, это в эпохе советской, сразу после войны, но чем дальше мы от этой дати, тем больше фильмов, скажем, высокохудожественных. Все-таки больше в наше время. Есть много вранья, неточностей, но если уж выходит на мастера эта тема, если мастер берет ее, то, конечно, много потрясающих фильмов сегодня. Сегодня есть все-таки, да? Конечно, конечно, есть. Единственное, что в них обязательно, обязательно какое-нибудь вранье. И думаешь, елки-палки, ну что пожалели на консультанта? Он же точно знает, когда петлицы поменяли на погоны, когда, значит, политрук должен так, с каборой, и кабора всегда с пистолетом, она больше сзади, чем сбоку. Ну, а сейчас это уже списывается. Ну, подумаешь, у нас же художественное смысление. Молочевка это не главное, но не знаю, я все-таки сторонник скрупулезности в таких вещах. Ну, а что, на ваш взгляд, нужно не упустить именно молодым режиссерам, когда снимают, обращаются к этой военной теме? Нет, ну, он четко должен понять, почему он взял этот материал, прежде всего. Он точно должен знать, что это его не оставляет равнодушным, то, что его оцепляет. Вот для меня это пример Алексея Германа, который годами и десятилетиями вынашивал идеи и снимал очень долго и медленно. Но там ни разу не проскользнуло ни одной фальшивки. И вот когда погоня за списком, за количеством, там, конечно, в году качество это будет. Ну, вот как раз, если мы вернемся к художественному фильму, первому архангельскому художественному фильму «Дерево 42-го», вы что хотели вложить? У вас все получилось, что вы хотели? Да нет, конечно, конечно нет. Я думаю, что если бы мы не торопились к фестивалю, которому все равно бы сдали, то фильм имел немножко другое финальное развитие. К сожалению, мы не успели это сделать, и чуть-чуть-то провис, интерес немножко покидает. Но в архангельске он нормально воспринимается, потому что там знакомые лица, знакомые. Там Павел Николаевич Балакшин, там ветераны, которые еще живы были 20 лет тому назад. Вот и ветераны узнаваемые были, и так далее, и так далее. Сегодня, может быть, чуть-чуть стоило бы и переделать. А сейчас, если бы вы стали снимать, вот стали бы продюсером фильма, вам бы предложили именно на военную тему, что бы вы, какую бы идею, о чем бы вы стали? Ну, я бы не стал снимать взрослый фильм, я именно детский бы попытался сделать фильм. Собрал бы, да. Там меньше фальши, там больше искренности. Они удивительны. То есть, все-таки о военном детстве? О военном детстве, да. Значит, все-таки тема еще не испита вся вами? Я думаю, да нет, мне-то вряд ли уже кто-нибудь предложит это сделать, а это деньги. Ну, так мы. Очень серьезные деньги. Вот. И на видео я бы не хотел снимать, я все-таки преданный кинематографист, хотя и на телевидении отработал больше. Кинопленка, вот это настоящий подлинный носитель этого чудесного. Вот пропуск в мир кинематографа. Ну, и ваш фильм «Дерево 42-го» можно будет посмотреть в Добролюбской библиотеке, да, 10 мая? Да, 10 в 3 часа там собираются любители. Кстати, придут герои? Да, из героев никого не осталось. Уже никого не осталось? Нет, пацаны разбежались по свету. Один мне рассказывал, Миша Лапшин, наш водитель, что он как-то его видел. У него как-то не очень сложилась жизнь. Тоже беспризорник, там ни мама, ни папа, отказник. То есть это было какими-то лучшими, может быть, моментами в их жизни? Да, да. А так они разбежались куда-то. А что касается Дорофеева, то он скончался уже давно, 5 лет. Фильм «Такая память» и о тех годах, и о всех, кто там работал. Ну да, наверное, так можно сказать. Спасибо, Валентий Анатольевич, что пришли с наступающим праздником. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что помните, знаете. А я с своей стороны хочу поздравить с каким-то нашим главным праздником нашей Родины. Днем Победы всех мальчишек, девчонок той поры и наших ветеранов, которые еще живы, которых становится все меньше и меньше. Счастья и благополучия вам. Счастья и благополучия вам. Счастья и благополучия вам. Счастья и благополучия вам. В гостях у программы «Такие дела» был архангельский кинорежиссер, продюсер Валентин Рассказов, «Чье детство пришлось на послевоенные годы». И в завершение программы одни из самых проникновенных строк поэта-фронтовика Давида Самойлова. Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. И с праздником и мирного, мирного неба всем нам.